Житель Октябрьского района Артём рассказывает о дороге на 2-й Ботанической. С одной стороны частный сектор, с другой дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. Иногда их сюда привозят на машине, но временами людям приходится добираться самостоятельно, и это становится тяжелым испытанием. Асфальта здесь практически нет, а ремонта люди ждут уже несколько лет. Мы приехали на 2-ю Ботаническую, чтобы своими глазами убедиться в проблеме. Конечно, это не самая ужасная дорога в Красноярске, но есть момент. По словам местных жителей, здесь слабое освещение, иногда оно вообще не работает. И если водитель не заметил такой сюрприз, это может обернуться ремонтом подвески. По словам местных жителей, они не раз обращались в администрацию Октябрьского района и службу 2-0-5. Но на состояние проезда это никак не повлияло. Люди отчаялись и сами начали подсыпать ямы рядом со своими домами. Красноярцы боятся, что и зимой с гололедом им тоже придется бороться самостоятельно. А летом еще и благоустраивать все. Тоже за свой счет. Можно же здесь благоустроить. Вдоль вот этой тропиночки какие-нибудь кустарники посадить. Бордюрчики нам сделать. Можно лавочки поставить. Всего улица 500 метров. В администрации Октябрьского района нам заявили, эта дорога относится к территории интерната. Инициатива по ее ремонту должна исходить именно от них. Сегодня на звонки там не ответили. Мы оставим обращение в приемное учреждение. Напомним, участником акции новостей Прима может стать каждый. Снимайте горизонтальное видео с кодовой фразой за Красноярска. Обидно рассказывайте о городских проблемах, которые вас волнуют, и отправляйте нам по номеру. Плюс 7 391 202 22 22 на Вайбер или Ватсап. Если ваше видео выйдет в эфир, по условиям нашей акции, вы получите за свое неравнодушие 2000 рублей. Отлично.